В 1998 году в одном из дренажных каналов Нового Орлеана маленький мальчик нашел каймановую черепаху. Само по себе это событие вряд ли вошло бы в историю, если бы не один факт. Тело черепахи было пережато пластиковым кольцом с упаковки молока. Черепаху назвали Мэй Уэст в честь актрисы. Возможно, потому что из-за деформации панциря у животного вдруг появилась сталия. Судя по всему, бедняга застряла в пластиковом кольце еще в детстве, и ее организм попытался как-то приспособиться. Пытался целых 20 лет. Если бы черепаха осталась в дикой природе, то вряд ли прожила бы долго из-за маленького размера и проблем с подвижностью. К счастью, люди пришли на помощь. В 2015 году опекуны Мэй даже выложили новые фотографии. Без пластикового кольца ей определенно стало лучше. Но мусор навсегда изменил тело черепахи. Примерно как корсеты меняли человеческие тела. Исследования показали, что из-за постоянного их ношения у женщин в прошлом деформировались ребра и смещались позвонки. Корсеты рекомендовали носить даже детям. Вот и черепаха Мэй теперь отличается от других каймановых черепах, живущих в дикой природе. Ее панцирь так и не начал расти нормально. На сегодняшний день известен не один десяток черепах, которые еще в детстве попали в подобные ловушки. Наверное, в таких случаях проще всего убрать лишнюю деталь и отпустить черепаху обратно на свободу. Хотя, вот Стив со мной не согласен. Да ну ты чего? Эта штука мешает движению. И не поешь нормально, и от хищника не уплывешь. Я уже не говорю про размножение. Чего? Стив говорит, что черепаха прожила 20 лет с этим кольцом. У нее уже все изменилось внутри. Говорит, что она бы, может, еще столько же прожила, как олень. Погоди, какой олень? В канадском городе Кинора заметили оленя, в голове которого торчала стрела. Морковка, да, именно так зовут этого парня, несколько лет был неотъемлемой частью общества, и люди были встревожены, когда увидели ранение. Но животное вообще никак не изменило свое поведение. А специалисты утверждают, что вытаскивать стрелу не самый удачный вариант. На голове оленя не было никаких признаков инфекции, поэтому любые манипуляции могли сделать только хуже. Так что стрелу просто отпилили по бокам, оставив часть прямо внутри черепа. И знаете что? Прошло около двух лет, а морковка чувствует себя отлично. У него даже есть своя страница в социальной сети, которая регулярно обновляется. Нет, ну это хорошо, конечно, что с оленем ничего не случилось. Но я все равно не согласен оставлять подобные штуки в животных. В общем, мы со Стивом можем бесконечно спорить, лучше напишите в комментариях свое мнение, надо ли снимать с черепах их мусорные корсеты или лучше не трогать. Сами по себе черепахи чертовски прочные, они способны пережить то, с чем никогда не справится ни одно другое животное. Все благодаря разным природным бонусам. Не нужно расширять диафрагму для дыхания. Медленный метаболизм, есть нужно редко. Короче, даже с пережатым телом можно как-нибудь справиться. Да чего уж там, черепаха может пережить лобовое столкновение с автомобилем. И будет в порядке. Это даже не какая-нибудь теория ученых. В 2021 году во Флориде черепаха действительно врезалась в лобовое стекло автомобиля. Видимо, до этого ее сбил другой автомобиль. В результате пожилая женщина получила порез на лице, а черепаха, ну только пару царапин на панцире. Пожарные, прибывшие на место аварии, отпустили черепаху в ближайший лес. И самое интересное, что этот случай не единственный. В 2016 году произошла похожая история. Тоже черепаха, тоже лобовое стекло. И главное, не так уж далеко от места аварии 2021 года. Кажется, какая-то черепаха в этих краях по-настоящему любит риск. Но вернемся к той, самой первой черепахе, попавшей в пластиковую ловушку. Мне кажется, что это реально грустно. Бедные животные, которые вынуждены как-то выживать в человеческом мусоре. Вот только в то время, когда Мэй случайно застряла в пластиковом колечке, людям было вообще плевать на пластик. Следите за датами. Считается, что черепаха провела в таком состоянии около 20 лет. Нашли ее в 1998. Значит, все произошло в 1978. Ученые, конечно, узнали о проблеме пластикового загрязнения еще в 50-х. До производителей пластика все дошло только к 70-м. И после этого они... да ничего они не сделали. Позже компании испугались, что производство пластика в принципе могут запретить. И ухватились за идею вторичной переработки. Повсюду на пластиковых изделиях стал появляться знакомый всем знак со стрелками. Подлежит переработке. Расчет был очень простым. Люди увидят, что товар будет переработан, перестанут волноваться об окружающей среде и продолжат покупать. Вот только все это было гигантской маркетинговой уловкой. Да, весь этот пластик можно переработать. Но никто и нигде не обещал, что он действительно будет переработан. Ладно, обсудим проблемы экологии как-нибудь в другой раз. А пока аисты. Аисты, которые любят гнездиться где-нибудь повыше. А что может быть выше, чем какая-нибудь одиноко торчащая труба? Труба пекарни вообще идеальна. Кто бы мог подумать, что там случится пожар? В польской деревне Паронин пара аистов свила гнездо на дымоходе пекарни. Дымоход постоянно использовался пекарями для отвода выхлопных газов. Но, видимо, в трубе скопился жир, и в итоге гнездо на вершине просто вспыхнуло. Гнездо вместе с яйцами было полностью уничтожено. Взрослые аисты только запачкали оперение. Хорошие новости. Они перелетели на ближайшее дерево и стали строить гнездо там. По словам специалистов, птицы еще успеют завести новое потомство. А как насчет чайки, которая свела гнездо прямо рядом с железнодорожными путями? Я серьезно, не знаю, о чем думала эта птица, но она действительно стала высиживать своих птенцов вплотную к рельсам, по которым постоянно ходят поезда. Возможно, чайка устроила гнездо в то время, пока эта линия еще не работала, а потом просто отказалась переезжать. Но, судя по словам очевидцев, птица даже не вздрагивает, когда мимо проезжает поезд. Ей вообще все равно, что в миллиметрах находится смертельная опасность. А ведь птенцы имеют свойство покидать гнездо раньше времени. В смысле, они вываливаются из него. И если то же самое произойдет с птенцами чайки, я что-то сомневаюсь, что эта история хорошо кончится. Стоит ли вмешиваться в такой ситуации? Если птенец оказался на путях и рискует попасть под поезд? Возможно. Но на самом деле, в большинстве случаев птенцов, которые выпали из гнезда, лучше не трогать. И уж тем более не забирать с собой. Конечно, когда они выглядят как кривоватые инопланетяне без перьев, то стоит вернуть в гнездо. Но чаще всего люди забирают себе птенцов, которые заняты исследованием мира, и учатся летать. Не надо. Они разберутся сами. К тому же, если в таком возрасте лишить птенца общения с родителями, он будет считать родителем человека. Никогда не научится быть птицей. Да и профессию какого-нибудь юриста вряд ли освоит. А теперь посмотрите на жирафа. И нет, это не фотошоп. Самка жирафа по имени Джемина родилась в зоопарке совершенно нормальной. Но в возрасте трех лет ее шея начала выглядеть как-то странно. По какой-то причине два позвонка решили срастись, и с каждым годом изгиб шеи становился все заметнее и заметнее, пока не достиг почти 90 градусов. В остальном Джемина была почти обычным жирафом. Она выросла, хорошо общалась с остальными жирафами, даже родила сына и не испытывала никакого дискомфорта. Она умерла от старости в возрасте 21 года. Но если в случае Джемины все дело было во врожденной патологии, другие жирафы с кривыми шеями сами создают себе проблемы. Нет, правда, они просто дерутся друг с другом за самок. И в результате ломают шеяные позвонки. К счастью, это редко бывает смертельно. Но последствия сохраняются на всю жизнь. А ведь жирафы специально отрастили такие длинные шеи, чтобы ломать их друг другу. То есть, вряд ли они поставили перед собой именно цель ломать. Не так давно были найдены окаменелости предка жирафа возрастом 16,9 миллиона лет. Так вот, его шея была значительно короче. Зато череп намного мощнее, чем у современных. Судя по всему, древние жирафы боролись за внимание самок иначе. Они со всей дури бились друг об друга головами. Знаете, примерно как бараны. Кто сильнее, тот и выиграл. Потом жирафы сообразили, что чем длиннее шея, тем больше сила удара. И вот в этот момент шеи и начали постепенно удлиняться. А то, что теперь есть риск сломать их и ходить странной за корючкой, как будто слишком много сидишь за компом в неудобной позе. Ну, всякое бывает. И тут я задумался. Какое еще животное с какой-то характерной особенностью может случайно ее лишиться? Конечно! Слон! Сможет ли слон жить без своего хобота, если лишится его в детстве? Этот малыш был замечен в национальном парке Крилгер. Неизвестно, что именно произошло со слоненком. Скорее всего, виноват кто-нибудь из хищников, вроде льва, гиены или крокодила. Любой из них был бы не против перекусить маленьким слоном. И что теперь? С одной стороны, рана у слоненка зажила. Значит, обошлось без заражения и прочих неприятных вещей. Но хобот для слона – это не просто очень длинный нос, который прикольно изгибается туда-сюда, как змея. С помощью хоботов слоны дышат, купаются, пьют, едят. Да и вообще могут поднять 300 кило. Когда ты специально отращиваешь себе такое мощное приспособление в ходе эволюции, лишится его реальная проблема. Плюс хобот нужен для социальных связей, без которых вообще останешься в одиночестве. Этого малыша, похоже, кормят взрослые. Но прогнозы не очень хорошие. Хотя… Стив тут поискал. Взрослые слоны без хобота чувствуют себя вполне комфортно. Ну, насколько вообще можно жить комфортно, когда лишился своей главной конечности. Они и пьют, правда, с некоторым трудом, и едят. Возможно, дело в том, что эти слоны остались без хобота, когда уже не были такими уж маленькими и поэтому смогли приспособиться. И все-таки я хочу верить, что с тем слоненком тоже все будет в порядке. Пусть ему и придется пожертвовать плаванием. Да, слоны, между прочим, отлично плавают, чтобы охладиться или пересечь какой-нибудь водоем. Без хобота под воду не погрузишься. С другой стороны, может, это и к лучшему. Это один слон слишком увлекся и уплыл аж на 16 километров от берега. Да, в море. Само собой, его пришлось спасать. И хорошо еще, что люди вовремя заметили эту ситуацию. Потому что кто вообще ожидал, что слон проплывет настолько много? Впрочем, некоторые источники утверждают, это не предел. Слоны запросто проплывут и 30 километров. 30! При желании слоны могли бы вплавь добираться с северного острова Новой Зеландии на южный, и у них еще оставались бы силы. Слоны действительно очень крутые. Но из всех сегодняшних героев больше всего меня удивила история маленькой верветки, которая родилась без передних лап. В смысле вообще. Чтобы вы понимали, верветки – приматы, которым передние лапы действительно нужны. Тем не менее, такого зверька встретили в Африке, и он перемещался на задних лапах почти как лемур. Верветка бегала по веткам, прыгала, как будто отсутствие конечности ей вообще никак не мешало. Другие верветки с пониманием относились ко всей этой ситуации. Ждали, пока маленькая обезьянка их догонит, и даже кормили ее. Хотя справедливости ради, верветка без лап могла и сама успешно питаться. Но кто ж будет отказываться от бесплатных фруктов. До скорого!